Если бы на одно мгновение Бог забыл, что я всего лишь тряпичная кукла, и подарил мне кусочек жизни, я бы тогда, наверное, не говорил всё, что думаю, но точно бы думал, что говорю. Я бы ценил вещи не за то, сколько они стоят, но за то, сколько они значат. Я бы спал меньше, больше бы мечтал, понимая, что каждую минуту, когда мы закрываем глаза, мы теряем 60 секунд света. Я бы шёл, пока все остальные стоят, не спал, пока другие спят. Я бы слушал, когда другие говорят. И как бы я наслаждался чудесным вкусом шоколадного мороженого. Если бы Бог одарил меня ещё одним мгновением жизни, я бы одевался скромнее, валялся бы на солнце, подставив тёплым лучам не только тело, но и душу. Ребёнку я бы подарил крылья, но позволил ему самому научиться летать. Стариков я бы убедил, что смерть приходит не со старостью, но с запвением. Я понял, что каждый хочет жить на вершине горы, не понимая, что истинное счастье ожидает его у подножья. Я столькому научился у вас, люди. Я узнал, что с того момента, когда младенец впервые сожмёт в своём кулачке палец отца, он его уже никогда не отпустит. Есть столько вещей, которым я мог бы ещё научиться у вас, люди. Но на самом-то деле они вряд ли мне пригодятся, потому что, когда меня положат в этот чемодан, я, к сожалению, уже буду мёртв. Всегда говори то, что чувствуешь, и делай то, что думаешь. Если бы я знал, что слышу твой голос в последний раз, я бы записал на плёнку всё, что ты говоришь, чтобы слушать это снова и снова, бесконечно. Возможно, сегодня ты в последний раз видишь тех, кого любишь. Поэтому не жди чего-то. Сделай это сейчас. Так как, если завтра не придёт никогда, ты будешь сожалеть о том дне, когда у тебя не нашлось времени для одной улыбки, одного объятия, одного поцелуя. Никто не запомнит тебя за твои мысли.